Еще в правление Сигберта из Скоттии пришел святой муж по имени Фурсей, прославленный словом и делом и отмеченной печатью добродетели. Едва представлялась возможность, он уходил в странствие во имя Господа. Многих он обратил примером своей добродетели и убедительностью учения, склонив не верующих ко Христу, а верующих просветив Христовой верой и любовью. Фурсей происходил из знатнейшего рода Скоттов, но духом был еще благороднее, чем рождение. С самого детства он все свои силы отдавал изучению священных книг и монашеских правил. Затем, как и подобает святому, он начал воплощать в жизнь все, чему научился. Когда пришло время, он выстроил для себя монастырь, где смог всецело посвятить себя небесным наукам. Однажды во время болезни, как повествует его житие, он покинул свое тело и пребывал вне тела с вечера до петушьего крика, удостоившись лицезреть ангельские сонмы и слышать их блаженное пение. Он говорил потом, что среди прочего они пели «святые приходят от силы в силу» и далее «бог богов» является на Сионе. Он вернулся в свое тело и через два дня снова покинул его, на этот раз не только увидев величайшие радости блаженных, но и пережив свирепое нападение злых духов, которые многими хулами попытались помешать его восхождению на небо. Когда Фурсий был вознесен на большую высоту, сопровождавшие его ангелы велели ему повернуться и взглянуть на мир. Обернувшись, он увидел под собой нечто похожее на темную долину и четыре огня в воздухе, невдалеке друг от друга. Он спросил ангелов, что это за огни, и получил ответ, что это огни страстей, возмущающих и истощающих мир. Первый из них — обман, когда мы нарушаем свое обещание отвергнуть сатану и все дела его, даваемое при крещении. Второй — сластолюбие, когда мы, земные блага, любим более небесных. Третий — раздор, когда мы не боимся ссориться с ближними даже по пустячным поводам. Четвертый — несправедливость, когда мы считаем возможным грабить и обманывать слабых. Постепенно эти огни соединились и образовали одно большое пламя. Приблизившись к нему, святой в страхе сказал ангелу, «Смотри, господин, это пламя совсем рядом». Ангел же ответил, «Пламя, которым ты не воспламеняешься, не сожжет тебя, хоть оно кажется большим и ужасным. Оно, кажется, испытывает по его вожделениям и зло, хочет, чтобы все сгорали в этом пламени. Ведь если в телесном обличии человек горит нечистыми страстями, то, высвободившись из тела, он во искупление сгорает здесь». Потом он увидел, как один из трех ангелов, что оба раза были его спутниками, устремился вперед и раздвинул пламя, в то время как двое остальных летели по обеим сторонам от него, заслоняя его от огня. Видел он и демонов, вылетавших из огня и пылавших злобой против праведников. Когда они достигли пламени, ангел, как и в первый раз, раздвинул огонь. Но когда человек Божий двигался через толщу огня, злые духи схватили одного из тех, кто горел там, бросили в него и опалили ему плечо и подбородок. Фурси же узнал этого человека и вспомнил, что после его смерти взял нечто из его одежды. Ангел схватил того человека и бросил его назад в огонь. А злобный враг сказал, «Не отвергай того, кого признал, ведь раз ты взял вещи у грешника, ты разделишь и его кару». Но ангел рядом с ним сказал, «Не из корысти он взял их, но чтобы спасти его душу». Тогда огонь погас, а ангел повернулся к Фурсию и сказал, «Ты обжегся огнем, который воспламенил тебя, ибо если бы ты не взял вещи человека, умершего во грехе, тебя не обжег бы огонь его кары». Когда Фурси вернулся в свое тело, он всю оставшуюся жизнь носил отметины от огня, которым обжег его бесплотный дух, и все могли видеть эти следы на его плече и подбородке. Вспоминай, как блаженный Прокопий Устюжский поступал, чем он нечестивых людей вразумлял, милостыню от них не принимал, ни денег, ни хлеба, бывало по сорок дней голодал, а от нечестивого не брал. Задумывался тогда человек, что я не так сделал, почему блаженный от меня подаяния не берет, начнет зло в себе искать. Глядишь и найдет. И ты нечистого не бери, даров от людей лучше совсем не принимай, сразу все нищим раздавай. Бог в долгу не останется, небесными дарами сам тебя вознаградит. В одном монастыре жил затворник, служивший в духовной жизни образцом для других и, между прочим, поставивший себе за правило никогда ничего не принимать от кого бы то ни было. Но вот однажды явился в монастырь старейшина города с милостыней и, раздав каждому монаху по сребренику, стал умолять и этого затворника, чтобы он принял от него златницу. Старец побоялся оскорбить высокого гостя и взял подаяние. Старейшина затем ушел, а затворник, пропев каноны и прочитав положенные молитвы, лег по обычаю на рогоже, чтобы немного уснуть. И что же, он чувствовал себя как бы в восторге и увидел себя стоящим на поле, которое все было покрыто дурной травой. Тут явились и монахи монастыря, в котором он жил, а вместе с ними и грозный юноша, который стал приказывать им, чтобы они сжали все тернее. Потом приступил к нему самому и сказал, «Опояшься и жни худую траву». Затворник стал отговариваться. Тогда юноша продолжал, «Не имеешь права уклоняться, ибо обнанялся со своими монахами, взяв деньги у бывшего у вас вчера, старейшины. Итак, приступи и жни». В это время затворник проснулся и этот час понял смысл видения. Он пригласил к себе давшему его милостыню и стал умолять, чтобы он взял назад свое подаяние. Когда же тот отказался, старец сказал, «Не хочу чужие грехи принимать, ибо и своих у меня множество». С этими словами выбросил подаяние и затворил окно своей кельи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok